Кто заказывал такси на Дубровку? Я. Садитесь. Вы обязательно и скажите, что я выполнил ваше спецзадание. В ресторане, а главное в гостинице. А чтоб она не волновалась, завтра все равно это снимут. Вы ничего не говорите о контрабандистах, золоте, бриллиантах. Нет, на это я патить не могу. Товарищ штат. Нет. Мне надо посоветоваться с шефом, с начальством. С Михаилом Ивановичем? С Михаилом Ивановичем. Ну как? Привет от Михаила Ивановича. Спасибо. Ну что? Все будете в порядке, даже лучше. К жене приедете как огурчик, без гипсов, без пыли, без шума. Михаил Иванович разрешил снять гипс сегодня. Поймали? Поймали. А что? Лопух. Извините. Благодарю за внимание. Все? Нет, не все. Нет. Против бритьвы? Пиджак и брюки. Только пиджак. А мы вот так. Так. Вот так. Лошадью ходи. Отвалились. Лошадью ходи век воли не видать. А мы вот так. Пошел. Ну пошел, пошел. Мат? Отдавайте пиджак. В сиденье стула я зашила свои бриллианты. Как? Разве их не отобрали тогда во время обыска? Нет, я спрятала бриллианты в стул. А почему вы их не отдали мне? Как же было отдать бриллианты, когда вы пустили по ветру имени моей дочери? Как? Насадить бриллианты в стул? Стул на 70 тысяч, на котором неизвестно кто сидит. Здравствуйте. Я не беру дополнительного гонорара. Здравствуйте. Вы им платили в кассу. Прошу. Слушаю вас. Скажите, а за что тебя можно уволить? Меня. Да не вас, а меня. А, просите, пожалуйста, а? Профиль вашей работы. Ну я молодой специалист. Не волнуйтесь, вас не уволят ни за что. Как? А так, если вас уволят по статье ГЗОД, как-то опоздание, пьянство, мелкое хулиганство, без согласия месткома, а местком на это согласие не даст, ибо он обязан воспитывать, вас восстановит суд. Ведь кого-то же увольняют. Да, конечно, бывают исключения. Сокращение штатов, например. Что день грядущий мне готовит? Ну я-то вас спрашиваю, а у вас девочки, а у нас мальчики, я говорю. Да? Да. Ну, в данном случае это все равно. Нет, вы знаете, я все-таки больше предпочитаю работать с мальчиками. Они надежнее. Что день грядущий мне готовит? Извините, а почему же вы тогда нянчите с чужими девочками? Я помогаю дочери, зарабатываю ей на няню. Но не лучше ли самому нянчить собственного внука? Нет, вы знаете, все-таки хуже. Да? Да. Ничего не понимаю. Дело в том, что мне нельзя волноваться. У меня гипертония. А с чужими можно не волноваться? Конечно нет, зачем же. За него вы волнуетесь. Что день грядущий мне... Как же так без души к ребенку? Слушайте, собственно, а зачем вам моя душа? Вам от меня что нужно? Добрая услуга, я так понимаю. Вот вы ее имеете, согласно проискуранту. И вам не стыдно? Вы же сам, дедушка. Слушайте, а если вы меня будете оскорблять при исполнении служебных обязанностей, я вообще уйду. Я, между прочим, работу бросил, когда у меня дочь родила. А это надо выяснить, с кем вы работали. Как кем? Зам-зав кафедры электротехники. Впрочем, это не имеет никакого... Да что вы делаете? Ну, хватит. Мы как-нибудь сами разберемся своими семейными делами без посторонней помощи. А вы можете быть свободны. Всего вам хорошего. Пожалуйста. О, Батя. Добрый вечер. Добрый. Улыбнитесь мне, пожалуйста. Что? Я говорю, улыбнитесь мне, пожалуйста. Так надо, я вас очень прошу. Ну что, вам жалко, что ли? Я свой. Еще долго? Открываю. Улыбаться, улыбаться. Спасибо. Всего достаточно. Извините. Вы меня очень выручили. Не за что. Вам еще моя помощь нужна? Нет, нет, спасибо. Я маленько посижу и пойду. Вот еще бы станцевать бы. Вы меня приглашаете? Нет, нет. То есть, да. А вы что, против? Я? Да. Я за. Я тоже за. Ща. Я. Продолжение следует...